Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Захария и обратимся сейчас к четвертой главе. В четвертой главе еще одно, по-видимому, отличное от предыдущей главы видение пророка Захарии. Однако, то ли сам пророк, то ли боговдохновенный редактор излагают его в некотором связном повествовании. И вот возвратился, говорит пророк, тот ангел, который говорит со мной, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна. То есть, видимо, в каком-то таком неповседневном, нестандартном состоянии пророк видел все эти видения. И пробудившись, вот Захария снова видит еще одно видение, и ангел спрашивает его, ну вот и что ты видишь? Ну, такой способ рассказать о том, что он видит, потому что пророк не только выводы из видения, но и само видение описывает. Говорит, вот я увидел семисвечник, который источник света в Иерусалимском храме, в Скине Моисеевой. Храм еще не восстановлен, но тем не менее, вот он видит семисвечник, и, да, светильник весь из золота, и семь лампад, и семь трубочек у лампад, и два сосуда с маслом, две маслины в нашем синодальном переводе. То есть, два сосуда, откуда по трубочкам масло поступает к этим самым светильникам. Одна с правой стороны, другая с левой. Вот эти самые две маслины или две масленки. И я спросил ангела, говорит пророк, что это, господин мой? И ангел там удивляется. Как же так? Как ты можешь этого не понимать? Источники света Божьего, вероятно, имеются в виду. Источники света, которые вообще от Бога приходят на землю. И оказывается, что это слово, которое Бог говорит к Зарававилю, к князю, к тому князю, который возглавляет в это время народ Божий, вернувшийся в Иерусалим. И вот слово это выражает не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. На самом деле, конечно, для читателя символика, почему эти две маслины, две масленки в семисвечнике являются символом вот этих вот слов, догадаться достаточно сложно. Некоторые читатели Захарии вообще предпочитали тут из этих двух масленок городить разную там догматическую символику про божественную человеческую природу Господа нашего Иисуса Христа. Ну, можно, в общем, на их совесть оставить эти рассуждения, невозможные для времен Захарии никак. Но все-таки попытаться услышать, что Бог говорит Зарававилю, не воинством и не силой, но духом моим. Речь, собственно, о том, что князь Зарававиль чувствует свою ответственность и пытается реализовать ее ответственность за защиту, за безопасность народа Божьего. Поэтому нужен вооруженный отряд, нужно оружие, нужна сила, стены для того, чтобы защитить от хищных и алчных соседних жителей горстку народа Божьего, пытающегося водвориться на развальных Иерусалима. И, в общем, это очень сложно, потому что сил-то нету. Ну, хорошо, если набрать охранный отряд, кто будет работать. Если все будут работать, кто будет стоять на страже? В общем, это действительно реальная сложная проблема, которую князь как-то вынужден решать, так или иначе. И вот Бог ему говорит, посмотри, как вот светильники питаются маслом, потому что питаются, так и то, к чему вот вы все призваны, будет совершаться не воинством и не силой, но духом моим. Это не значит, что князь может махнуть рукой на проблемы воинства, силы, экономики или чего-нибудь еще, нет. Но созидательное созидается духом Божьим. И это слова, в общем, тоже на все времена. Отнюдь не только для Зарававеля актуальны ни воинством, ни силой. И вот, вероятно, там мог быть какой-то пропуск в тексте. Дальше в седьмом стихе говорится, кто ты, Великая гора, какая Великая гора, и откуда она здесь взялась, не совсем понятно. Почему? И можно предположить, что здесь лакуна. Кто ты перед Зарававелем? Ты равнина, и он вынесет краеугольный камень при шумных восклицаниях. Вероятно, все-таки речь идет о начале строительства, о том, что надо начать. Совершаться будет не силой, а духом Бога живого. Надо начать. И поэтому вот, когда Зарававель несет этот камень, окружающие люди кричат благодать на нем. И было слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Славов послал меня к вам. Таким образом, возвещающий, показывающий все это Захарии, ангел Господень говорит о том, что Зарававелю дано будет увидеть завершение трудов своих. Что, вообще говоря, драгоценное обетование. Потому что так далеко не всегда людям дано бывает. Захария спрашивает, как и читатель с некоторым недоумением, что значит те две маслины справа и слева. Что значит эти две масличные ветви, через которые золотые трубочки изливают из себя золото. И на этот вопрос ангел Господень отвечает пророку, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. В конечном итоге, лидерство в народе Божьем в это время и очень часто позже, ну, до разрушения храма, до римского завоевания, во всяком случае, лидерство принадлежит двум людям, одному князю или царю, ну, князю правильнее говорить, потому что самостоятельными царями там уже никогда не были эти люди, и первосвященнику, и на них двух держится жизнь народа. И мы знаем, что не всегда у них было все хорошо в отношениях, друг с другом в способности взаимодействовать. Весьма вероятно, что и, наверное, у Зарававеля с первосвященником Яхушуа тоже какие-то были разногласия. Но ангел говорит, что вот это два помазанных елеем, помазанный елеем князь, помазанный елеем первосвященник, предстоящие Господу всей земли. Вот через них двоих, и невозможно исключить то или другое. Оказывается, таким образом, не воинством, не силой, но духом моим, о чем говорит Бог Зарававелю, это означает беспревозношение людей друг над другом. Это означает действительно стоять рядом перед Господом всей земли. Продолжение следует...